Здарова всем, с вами Анатолий Барыга печами, домоходы мест интернет-магазина Жарпарков. Сзади меня стоит печь Ферингера в разрезе. Многие люди меня спрашивают про печь Ферингера, покупать ее, не покупать, как она устроена, ну, что там, к чему, ест сырые дрова, не ест, коптится, не коптится, пар сырой, сухой. Я этого не знаю, я не торгую печами Ферингера, но вот человек, который торгует печами Ферингера и знает их, как свои пять пальцев. У тебя пять пальцев? Пять. Все нормально. Меня зовут Никита, я представляю компанию Ферингер в Москве. Магазин называется Ферингером СК. Я сейчас расскажу вам про эту печку подробно, отвечу на все вопросы. Сейчас перед вами печка Ламель Макси в облицовке Змееви. Вот вы видите ее в разрезе, значит, это топка. Со всех сторон топку осыпают камни. Сейчас их нету, но они у вас в бане потом будут. Камни можно продувать, вот здесь внизу есть дефлектора. Зачем? Когда мы открываем клапан, вот таким вот движением, мы подаем воздух в каменку. И получается, каменка продувается, то есть это такой мощный конвектор. И вот отсюда выходит мощный поток воздуха, который греет вашу баню. То есть, если хотите просушить или прогреть ее до режима сауны, пожалуйста. Но вообще эта печка рассчитана на режим русской бани. И для этого вот здесь вот сверху все закрыто и термоизолировано. Вот вы видите одну половинку. Погоди, погоди, погоди. То есть, если мы открываем вот этот конвектор, то он может дать печь и 100 градусов в том числе. И 110, и 120. То есть, это мультирежимная печь выходит. Абсолютно верно. И под русскую баню, и под сауну. Абсолютно верно. И также еще под хамам. И еще и под хамам. Да. А вот это что за изолятор? Это теплоизолятор, который не дает камням отдавать свое тепло в ворную. Чтобы камни были внутри и нагревались, как в духовке. А с чего он сделан? Мы не будем говорить все материалы. Это экологически чистый материал. Можете не переживать. Вот эта плита сверху снимается. И через нее спокойно можно загрузить камни в каменку. В эту модель входит 130 килограмм. Но эта печка рассчитана на 30 кубов. Есть модель меньше. Вот здесь она находится. Вот она. Эта печка у нас самая маленькая. Это получается ламель мини. Она идет до 12 кубов. Вы можете ее увидеть в облицовке. А вот она в разрезе. Значит, я уже рассказал про каменку. Что она у нас закрыта. Что у нас огибает топку со всех сторон. И что она продувается. То есть мы можем регулировать конвекцию. Когда нам она нужна, открываем клапан. Когда не нужна, закрываем. Очень удобно в промороженном состоянии. Чтобы прогреть баню из промороженного состояния. Открываем клапан. И она продувает. Значит, дальше. У нас есть вот такое вот устройство. Оно называется фитоконтейнер. Сюда можно заложить травы. Ну, в какой-то фильтрующей сеточке. И через вот это отверстие водичка будет проливаться. Проходить сквозь травы. И будет попадать в каменку. Ну, давай посмотрим. То есть она вода изначально сюда попадает. Здесь есть специальный распределитель. То есть у нас можно подавать в этот канал, в этот канал и в этот канал. А также просто лить напрямую. Для чего эти каналы? Вот когда мы подаем воду сюда, например. Один, два, три раза подали. У нас камни немножко начинают остывать. Если много воды. И мы можем использовать уже другую зону. Подаем сюда. Получается, используем эту часть каменки. Или эту часть каменки. Или эту чередуем путем проворачивания вот этого контейнера. Все очень удобно проворачивается и попадает в разные каналы. Ого. Да. Вот такая многофункциональная штука. Что еще рассказать вам про саму топку, пока мы здесь? Во! Топка цельно гнутая. То есть, как видите... А сталь? Что за металл? Мы используем 439-ю нержавеющую жаростойкую сталь. Значит, эта сталь очень надежная. И вы, как видите, топка выполнена из целого листа металла. То есть, это полностью гнутый гофрированный вот такой вот лист. Проработает долго, да? Да. Сварных штуков минимум. Сварные штуки все убраны наружу, они не вносили. Ёлочка! Скажи, специально делали подвыставку сварщиков? Заставили ёлочка делать? Можем разобрать любую печку, посмотреть. Ладно, верю. Дно полностью цельное. Никаких нет сварных швов. То есть, очень надежно. Ребра жесткости. Не дадут повестись, не дадут погнуться или сложиться топки. Специальный дымовой зуб. Оставляет пламя внутри зоны сгорения. Внутри топки. Он еще форму имеет... Об этом очень сложно. Это целая физика, термодинамика, аэродинамика. Здесь все вместе в совокупности. Огонь горит, попадает вот сюда вниз, да? Вот здесь вот, вот таким образом он крутится. Еще сюда. А потом только уходит в трубу. Раньше, когда мы этот зуб убирали, пламя выходило на 2 метра в трубу. Когда мы его поставили, оно выходит по 30-50 сантиметров. То есть, эти 2 метра свернулись вот здесь. Ага. Проходя вот здесь вот под кожухом трубы, прогреваясь дополнительно, уходит вверху. Вот здесь вот. Офигеть! Да. Это мы делаем, когда у нас еще холодные камни. Но когда у нас камни горячие, мы можем получать пар, закрывая вот здесь вот специальный клапан, мы его перекрыли, и тогда уже пар у нас выходить будет вниз в камень. Вот я сейчас вам покажу испаритель. Вот так он выглядит, когда он целый. Такая аспектенция. Вот, значит, у него клапан. Открыли, пар пошел вверх. Закрыли, пар пойдет вниз вот через вот эти отверстия. Получается, когда камни еще холодные, клапан открываем, пар проходит вверх, выходит в парную, греет нашу парную. Когда камни прогрелись, мы можем получать пар с них либо напрямую, либо через вот этот пар из пары. Подожди, пар выходит прямо вот здесь, около потолка, да? Да, и чтобы он не бил вверх. То есть это паровой пирог точно дает эта бечка. И чтобы он не бил именно вверх, здесь специально такая вот шляпа, или, как ее назвать правильно, клапан, который направляет его к вам в баню. То есть, ребята, если кто не знает, что такое пирог, если у вас высота потолков в парилке 2,4-2,5, то пар может конденсироваться вот таким слоем, и парильщик его веником зачерпывает и опускает на парящего. Очень офигенно. Респектус. Еще несколько слов про дымоход. Тебе тоже, думаю, Антон, будет интересно. Значит, у нас дымоход не просто прямой, а у нас дымоход расходится на 4 дымохода. То есть, раз, два, три, там четыре. Как чистить? Чистить его не нужно, потому что печку с верхним розжигом чистить практически не нужно. То есть, у нее нету такого количества дыма, как у вас в полосняковых печах, например. Когда вы разжигаете печку филингер, соседи не знают, что вы ее топите. У вас нету дыма вообще никакого. Ни черного, ни белого, просто идет теплый воздух. Значит, получается, в каждой из этих труб есть вот такая витая пластина. Она заставляет пламя не просто пролетать насквозь, она заставляет его биться по стенкам и отдавать как можно больше тепла здесь. Температура на входе в этот дымоход и на выходе из него разнится на 200 градусов. То есть, пойдет, например, 600, выйдет 400. Это хорошо для пожаробезопасности, это хорошо для КБТ-печи, естественно. В общем, одни плюсы здесь получаются. А это что, заслонка? Ну, шибер, так называемый, заслонка, да. То есть, несколько положений, все фиксируется, так открыто. Так вот перекрываем, по мере необходимости, скажем, что вам надо. В общем, вот такая конструкция. Ну что, пару слов про облицовку. Подожди, давай еще про топку поговорим, потому что это самый больной вопрос. Как устроена подача воздуха вообще? Как это все дело работает? Значит, у нас получается печка с верхним роженем. Вот, лучше показать ее подальше. Получается, дрова накладываются на дно, крупные. Потом по мере наполнения мельче, мельче, мельче. И на самый верх мы укладываем щепу, растопочный материал. Бумага, щепка мелкая. Поджигаем сверху и подаем воздух сверху. Вот, видно хорошо вот здесь. Вот подача воздуха, она сверху над стеклом. Она беспрепятственно попадает в зону горения. То есть, она тоже есть с этого шибера. Она попадает в зону горения. И здесь начинает разгораться верхняя шапка дров. Чем это лучше, чем нижний розжиг? Это, конечно, объяснить в двух словах сложно, но я постараюсь. При нижнем розжиге вы разжигаете дрова снизу. И все вот эти дрова, которые наложены, они начинают нагреваться. И выделять очень много дыма. И все эти кубометры дыма, они идут в трубу. И вы это видите? Когда вы затопите колосниковую печь, вы идите, посмотрите на дымоход. Будет 15-20 минут идти черный дым из трубы. Неизбежно. Да, ПТР ждаю. Из этой печки дыма не будет вообще, потому что не все 10 килограмм нагреваются. Нагревается только часть. Килограмм, полтора. Они горят и выделяют не так много дыма. В 10 раз меньше получается. И успевает этот дым сгореть. Он успевает здесь сгореть, частично в дымоходе догорает, вот в этой части. Но он успевает сгореть, он не улетает в трубу. Это очень важный момент. Поэтому рожек сверху это гораздо эффективнее, чем рожек снизу для дров, для длинных печей. А вот эта вот штука что такое? Вот это мы используем, это дополнительная подача воздуха. Мы ее используем для того, чтобы дожечь уже угли. Но она не нижняя? Ну то есть это не как колосник? Это не колосник, колосник это вот решетка, через которую подойдет воздух. Да, через которую воздух. Здесь тоже воздух, но это не колосник, это просто направляющий короб, через который воздух от двери попадает сюда. Сейчас, минутку. Это вот это. Стоп. Так это же можно и как колосниковый выходит ее топить, просто открыв вот этот вот лючок, воздух будет подходить сюда и выходить отсюда. Можно, если у вас сырые дрова, например, можете пробовать разжигать с нижним розжигом. Но тогда теряются заявленные производителем характеристики по времени нагрева, по расходу дров. Возможно, закоптится стекло, а в этих печах стекло не коптится, когда вы разжигаете их сверху. Потому что верхняя подача воздуха отсекает копоть, и копоть никогда не проникает в стекло. Вот подожди, давай остановимся. Это самый важный вопрос. Потому что, вот я считаю то, что когда верхний розжиг, это нужно иметь сухие дрова. Но эту печку можно и сырыми дровами в том же случае топить просто по-другому. Не верхним розжигом, а открыв вот эту вот дверцу и разжигать отсюда. То есть, если, ребята, у вас, допустим, дрова сырые, то сверху вы их не разожжете, но сможете разжечь просто открыв вот эту вот дверцу. Я про это честное слово не знал, вот я первый раз это вижу. Пожалуйста, печь настолько универсальна, что не только режимы разные дают, но и горит по-разному. Но сверху, конечно, это будет эффективнее, экономичнее. Мы используем эту подачу воздуха не только, чтобы разжигать снизу сырыми дровами, а мы используем для того, чтобы дожигать угли. Когда мы разжигаем печь сверху, подача воздуха верхняя попадает в зону горения. Здесь все совершенно прекрасно горит, пока оно не опустится вниз. Когда оно опускается вниз, подача воздуха заходит и уходит напрямую в дымоход, остужая топку. Поэтому верхнюю подачу воздуха мы перекрываем, когда остаются угли, и открываем нижнюю подачу воздуха, прожигая эту массу угля, как бы давая режим форсаж, так называемый. И потом по новой можно сверху подкидывать дрова, если вам это необходимо. Вообще печка работает на одной закладке. То есть на одной закладке я реально получаю в своей бане полностью прогретую печку, полностью прогретую парилку. И что интересно, еще самое важное, с новым пароиспарителем, который недавно появился в этих печах, мы теперь можем не ждать час-полтора, пока прогреется масса камней, пока прогреется эта теплоемкая печка. Мы можем получить перегретый пар уже через 10-15 минут после того, как разожгли печь. Почему? Потому что пароиспаритель находится на дымоходе, прямо на выходе из топки. И он всегда горячий, буквально 10 минут, он уже красный. И мы, подавая воду, получаем с него пар. То есть это хорошо, когда вы хотите погреться в бане, когда у вас еще камушек холодный. Но когда камень горячий, мы, конечно, используем камни для парообразования, а уже не пароиспаритель. Вот так примерно в двух словах про эту печку. Еще посмотрите, как сделана дверь. Дверка с таким замком, то есть это очень надежно. Но как на машине, захлопнули, она закрылась, и ребенок просто так не откроет. Она не боится даже сильных ударов, сейчас не пугаемся. Можно делать сильнее, она будет выдерживать это. Здесь есть специальный шнур, уплотнитель, который плотно, герметично поджимает. И посажено на ранку все. Блин, класс. Без всяких креплений, без саморезов, которые будут там неравномерно как-то закручиваться, или винты. То есть здесь все очень равномерно распределено и плотно поджимается. И хороший замок, который подпружинивается сам, то есть вы захлопнули, и она закрылась. Вообще класс. Ребята, всем рекомендую. В общем, для создания этих печек привлекались профессиональные парильщики, люди, которые знают, что это бурганская баня. Люди, которые знают, как парится, какие температуры. Я их сам видел, общался. Только отличные отзывы о ваших печах. Они самое главное, что дали понять, какая должна быть температура и влажность вашей бани. Не забывайте никогда, что баня должна быть влажной, так как мы состоим из воды. Нам не нужно сушиться, нам не нужна сухая сауна. Я всем рекомендую переходить с сауны на русскую баню. Ферингер рулит, Ферингер маска рулит. Ну что, спасибо. Да Толян я Толян, но все равно спасибо. Ладно, с вами был Анатолий. Йоу. И Никита. А в Москве у вас фирменная розница, насколько я понимаю. Да, в Москве есть фирменные магазины. Ну, также в других магазинах тоже представлены эти печи. Вот, в общем, если захотите их найти, сайт производителя и там все уже контакты всех есть. Слушай, а у меня еще, знаешь, вопрос по облицовке. Вот бывает облицовка, ну, дорогая, ну, это вещь, понятно, дорогая, камень. А бывают кожухи, вот, ну, как здесь стоят. А что лучше, что хуже? Пойдем расскажи. Да лучше мы отдельным роликом сделаем. Просто вот скажи, плюсы облицовки, помимо ее цены, то есть это можно руками касаться, наверное. Она достаточно толстая. Нет, когда печка уже вышла на режим, рукой, конечно, прикоснуться можно, но сразу убрать. И не обжечься. Ожога при этом не будет, но, конечно, держать руку здесь нельзя. То есть температура 80-90-100 градусов на плите может до 120 доходить. Вот, то есть она достаточно горячая, но при этом мягкое излучение. То есть я стою рядом с ней, меня не жгет, не обжигает совершенно, то есть у меня излучает, как кирпичная печь. Вообще при создании этих печек пытались добиться режима, который дает кирпичная печь. Большая, массивная, такая вот, которая с большим теплоаккумулятором, которая вбирает много тепла и мягко его отдает. Вот здесь это получили в этой печени. А если печь с кожухом? Если печь с кожухом, конечно, не будет вот этого эффекта немножко. Ну, а тем не менее, за счет того, что у нас печка полностью, точнее топка полностью внутри осыпана камнями, все равно это излучение очень сильно смягчается. И получается, вы не чувствуете на себе вот этого жара, он гораздо сильнее, значит, не смягчается. И дополнительный конвектор, он также внутри проветривается, под ним есть воздушный канал, он тоже немножечко дает теплосъем, и вот этот конвектор уже не такой горячий. Ну, вот теперь ролик надо заканчивать, все выяснили. Спасибо!